Проезд на красный сигнал светофора и поворот не из того ряда. Сегодня в Рязани прошел рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения среди водителей маршруток. На них регулярно поступают жалобы от пассажиров и пешеходов. Однако полосатого жезла сотрудников ГИБДД и их дежурного автомобиля водители не увидели. Наблюдение проводилось скрытно с помощью камеры видеофиксации, которая была установлена в неприметной машине. На маршруте данные транспортные средства мы не останавливаем. Сделано это для того, чтобы не задерживать граждан, которые торопятся на работу по своим делам. За час на одном перекрестке фиксируется около десятка нарушений. Каждый из них – это риск для здоровья пассажиров, пешеходов и других водителей. Чтобы штраф нашел своего обладателя, инспекторы ГИБДД должны ответить на три главных вопроса. Когда и во сколько произошло нарушение, эту информацию фиксирует камера и кто был за рулем. Дело в том, что маршрутные транспортные средства каждое утро проходят предрейсово-медицинский осмотр, также предрейсово-технический осмотр. Им выдается путевой лист, в котором указана фамилия, имя, отчество водителя, который в этот день на данном маршруте работает. Соответственно, другого водителя на данном маршруте быть в этот день не может. Нарушители выписывают штраф и приглашают на разъяснительную беседу. Подобный способ профилактики аварий достаточно молод, но уже широко применяется на особо опасных участках. Например, на перекрестке улицы Ленина и Свободы. Водители маршруток забывают, что нельзя ехать на красный свет. На пересечении Первомайского проспекта и улицы Коширина они не знают движения по полосам, а в Канищево не боятся пересекать двойную сплошную. Когда пробки большие, например, с утра, они просто вот так вот разворачиваются по сплошной двойной, объезжают и везут по другому маршруту. Несмотря на это, пассажиры разделились на два лагеря. Те, кому не нравится нарушение правил, и те, кто готов с ними мириться. Большинство из них, они профессиональные водители, способные достаточно хорошо ездить. То, что они выполняют сложные маневры, это не считается нарушением. Люди спешат, они спешат. Бывает. Так как я люблю опаздывать, то мне побыстрее бы желательно. Однако стоит помнить, что резкие маневры могут привести к авариям и доставляют множество дискомфорта пассажирам. Многие пассажиры просто там даже падают друг на друга, и как бы даже женщины заходят, и он их дверь уже как бы прижимает. Падение пассажира в автомобиле также является дорожно-транспортным происшествием, и оно также фиксируется с помощью сотрудников госавтоинспекции. В последнее время контроль за водителями маршруток ужесточился, и пассажиры заметили приятные изменения. Сейчас даже стало так, как-то мягче они стали ездить, потому что раньше иногда бывало, ну, как бревна говорят, везут, сейчас стало намного даже как-то лучше, что ли. Профилактические мероприятия проводятся регулярно, а за соблюдением правил дорожного движения водителями общественного транспорта теперь следят не только сотрудники ГИБДД, но и высокие технологии, чтобы каждый был уверен, что вернется домой целым и невредимым.